Дружина твоя, князь, и хуже немецкой. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Эх, времена» и я, Михаил Лицарев. Сегодня у меня в гостях Павел Андреевич Чемоданов, кандидат исторических наук. И сейчас будет такое длинное-длинное-длинное. Заведующий сектором научно-исследовательской работы и связей с общественностью Кировского областного краеведческого музея. Боже мой, я еле-еле разобрал свой почерк. И для начала здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, слушатели. Да, сегодня у нас тема не совсем такая вот веселая, как у нас настроение, но все же. И сегодня мы будем говорить о свидетелях Еговых и оправданности признания их экстремистской организацией. Что это? Почему это? Зачем это? И начать все же мне хотелось бы вот с чего. Давайте опять снова понятийный аппарат, да, и секта. Когда мы говорим, ну, свидетели Еговы — это секта, сразу же нужно сказать, что такое секта. Секта имеет большое количество определений. Вот, например, по словарю Даля. Секта как братство, принявшее свое отдельное учение о вере, согласии, толк, раскол или ересь. Далее. У Ушакова — религиозное сообщество, состоящее из людей, отколовшихся от господствующей церкви и принявших новое вероучение. У Ушагова — религиозное объединение, отделившихся от кого-нибудь вероучение и ему противостоящее. Вот, к примеру, что говорят юристы. Секта — это объединение лиц, отделившихся от какого-либо вероучения, либо возникшее на основе принятия самостоятельной доктрины или религиозно-мистического опыта отдельной личности. И так далее. Есть словарь иностранных слов, он вообще трактует сектор, религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. В общем, определений очень-очень и очень много. В тот же самый момент они носят, по сути, общий характер, что это что-то, отделившееся от, скажем так, официальной церкви и то, что идет своим путем. В тот же самый момент, если мы берем с вами изначальную этимологию слова «секта», то «секта» с латыни вообще не обладала каким-либо негативным подтекстом. То есть вообще его не было. Это было абсолютно нормальное и вполне себе такое естественное определение. И если говорить кратко, кто такие свидетели Иеговы, запрещенные в Российской Федерации организации? Давайте. Свидетели Иеговы – это товарищи, которые верят в Иисуса Христа, в Бога Иегову, верят в то, что на Земле очень скоро будет новый мир, более счастливая и радостная жизнь. Они не верят в Троицу, то есть Троицы никакой нет, есть только Иегова, и это есть Бог, Иисус – его сын, а Святой Дух – это не личность, а сила. Также они не верят в загробную жизнь и многие другие вероучения, которые, как они говорят, не основаны на Библии. Свидетели Иеговы вначале назывались как исследователи Библии, то есть они очень скрупулезно исследовали библейские учения, отметали на их взгляд то, чему не находили, подтверждения в самой Библии. И остановились только на том, чему на самом деле учит Библия. Вот в этом, собственно, как раз главная особенность. Вот в этом и главная особенность из свидетелей Иеговы. Они живут по Библии, стараются применять ее законы в своей жизни. На бумаге в действительности все звучит очень даже прилично, очень даже нормально и вообще миролюбиво. Правда ли это? Вот сегодня, дорогие друзья, и будем разбираться. Но хотелось бы, перед тем, как я передам слово Павлу, мне хотелось бы отметить вот что. Почему вообще мы решили взять вот эту тему свидетелей Иеговых? Потому что, ну, во-первых, понятно, есть некая там опасность, но большинство людей на самом-то деле даже и не понимают, чем одна секта отличается от другой секты. Их огромнейшее количество на данный момент, их огромное количество. И, кроме всего прочего, буквально вот месяца полтора-два посыпались новости и известия о том, что возбуждается новая волна больших дел, на самом деле, в адрес свидетелей Иеговых. И это правда так. И вот, понимаете, мне показалось то, что вот в данном случае, конечно же, нужно заняться именно просветительством. Нужно, конечно же, объяснить, что это вообще, откуда, как и почему. Итак, вот, Паш, скажи, пожалуйста, какова вообще их первоначальная-то история? Откуда они вообще пошли? Когда, чего и где? Ну, для начала тут стоит сказать, что свидетели Иеговы – это, конечно, секта протестантского происхождения и американского происхождения. То есть родом они из Соединенных Штатов. И с конца XIX века истоки их лежат в адвентизме, в радикальном течении протестантизма. Основателем был такой деятель Чарльз Тейз Рассел, который в 16 лет вот к адвентистам примкнул, а впоследствии разработал свое учение. Он стал трактовать Библию, написал огромный шеститомный труд по толкованию священного писания. И главное его увлечение было в вычислении даты конца света. Ну, многие христианские мистики этим увлекались. И он несколько таких дат вычислил. Там был у него и 1875 год, и далее там по списку. И в 1914 году впоследствии его последователи уже предсказывали такой конец света. Но, как мы понимаем, он не наступал. И вот впоследствии секта уже переработала свое учение. И уже не проповедовала конец света как таковой в какую-то дату и второе пришествие. А считала, что Иисус Христос уже в духовном теле пришел в этот мир. И, соответственно, создал вот свою организацию. И надо понимать, что секта, ну, то, что ты говорил там, определение, они довольно нейтральные действительно. Но есть ведь понятие тоталитарная секта. То есть тоталитарная в том смысле, что она тотально контролирует своих последователей. И, в общем-то, оказывает на их жизнь деструктивное довольно влияние. Из нее практически невозможно выйти без последствий. И свидетели Леговы где-то вот с начала 20 века, после смерти основателя, начинают превращаться вот в такую секту. И, собственно, сейчас в современном состоянии у них даже нет как такового лидера единого. Всем руководит так называемый Вифиль, который располагается в городе Бруклине. Это их центр. И руководящий совет из 11 человек. Никто толком не знает их имен. Все статьи в центральных печатных органах свидетелей Леговы, они анонимны. То есть невозможно понять, кто это делает. И постоянно их вероучение меняется. И поэтому религиоведы, в частности, вот я опираюсь здесь на мнение Александра Дворкина, профессора, они считают, что, в принципе, единственный постоянный постулат их вероучения – это вера в непогрешимость их организации. То есть все остальное легко меняется. То есть, допустим, до 50-х годов им запрещалось категорически делать прививки. И только тогда, когда в некоторых странах их перестали пускать, миссионеров, они стали проходить вакцинацию. Сейчас широко известно, что свидетели Леговы отрицают переливание крови. То есть это сколько было историй, что умирали дети от этого, да, потому что родители, придерживаясь вот их вероучения, запрещали это делать. Я прошу прощения, даже какое-то время, я помню, пересадка органов и им была запрещена. Совершенно верно, да. Причем, как любое такое деструктивное учение, они трактуют Библию очень по-своему. И, в общем-то, весь этот запрет, на чем основан в деяниях святых апостолов, в Новом Завете, есть фраза, что последователям Христа нужно воздерживаться от крови, принимаемой в пищу. То есть мы, если почитаем, найдем этот стих, мы поймем, что там о переливании не может идти речи, ну, потому что, собственно, эпоха была другая. Но вот, скажем так, выделив эту фразу из контекста, они ее абсолютизируют, ровно как и их название, откуда оно происходит. То есть есть, вот, скажем, в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, фраза, что я Господь, а вы мои свидетели. То есть она в ряду огромного количества таких же фраз существует в Библии, но они ее абсолютизировали и утверждают, что нельзя, скажем, называть Бога иначе, кроме как и Егова. А это, к слову говоря, неправильная транскрипция древнееврейского слова Яхве, то есть Бог, да? Вот, поэтому, собственно, если резюмировать вкратце, то во что должен верить последователь свидетеля Еговы? В организацию, в ее непогрешимость. Он не имеет права читать ничего другого, кроме того, что выпускает организацию. То есть, да, вот два журнала, «Сторожевая башня», к слову, да, еще они сами себя называют иногда «Обществом сторожевой башни» тоже, вот, и журнал «Пробудитесь». «Сторожевая башня» — это чисто такой религиозный у них печатный орган, а «Пробудитесь» — это более светские статьи, но тоже с религиозным уклоном. Вот, и, в общем-то, достаточно жесткие в секте существуют правила. Допустим, правило о том, что любой вышедший член лишается общения, то есть с ним запрещено общаться, он прокаженный как бы, да? То есть, если вы видите его на улицу, вы должны пройти мимо него. Если это твой ребенок, ты должен сказать, что он умер, да, потому что вне организации жизни нет. Вот ты упомянул о том, что они верят в пришествие нового мира. Что такое новый мир в представлении святой Еговы? О том, что произойдет Армагеддон, да, когда-то. Причем Бог самым жестоким образом истребит всех, кто к организации не принадлежит. И долгое время считалось, сейчас, правда, они уже так не говорят, что верные последователи Еговы будут участвовать в этом Армагеддоне. И вот есть такая история, что последователь секты, бывший из Дании, упоминал, что ему в детстве запрещали общаться с другими детьми на основании того, что когда придет Армагеддон, ему дадут в руки автомат, и он пойдет их убивать. Так, собственно, зачем я мог заводить дружбу с такими людьми? То есть, и вот, собственно, когда это все трезвым-то умом оцениваешь, ты понимаешь, что то решение о запрете, которое было принято, оно, в общем-то, обоснованное. Потому что я не думаю, что мы хотим соседствовать рядом с таким учением. Ты вот прям, Паша, забежал прям далеко-далеко, прямо вот с места в карьеру взял. Если возвращаться к чему-то такому вот именно историческому, скажем так, к истокам, вот ты как раз сказал о Чарльзе Расселе, стоит отметить, что в 1891 году Рассел как раз посещает Россию. Одессу. Да, и тогда они как раз назывались исследователи Библии, просто на представь. И он посещает Россию, Одессу, чтобы оценить ситуацию в стране. Вскоре начинает поставляться библейская литература исследователей Библии, но в основном на немецком языке. В 1913 году исследователи Библии были официально зарегистрированы в Российской империи. Российское правительство признало офис исследователей Библии в Финляндии, которая входила на тот момент в состав Российской империи. В Советской России и СССР, да, в 1920-30-х годах исследователи Библии действовали в Харькове. Какое-то время, в конце 20-х годов, их деятельностью руководил назначенный из США Джордж Янг. В 1928 году в Москве Джордж Янг подает прошение о том, чтобы узаконить деятельность исследователей Библии в Советском Союзе. Власти отказывают ему в продлении визы. И вот вплоть до начала Второй мировой войны число исследователей Библии, а уже с 1931 года свидетели Иеговы в Советском Союзе было их количество невелико. Резко возрастает количество после присоединения к СССР в 1939-1941 годах Западной Украины, Западной Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии. Также появляются свидетели Иеговы в Сибири и на Дальнем Востоке. И помимо этого некоторые советские узники нацистских концлагерей именно там знакомятся со свидетелями Иеговы, которые сидели за свои убеждения. В общем, таким образом вот это все дело развивалось в советское время. Также стоит отметить, что вот, допустим, у них на сайте там есть очень интересные такие вещи, что вот ссыльные свидетели Иеговы, они, ну, если не сотрудничали, то не подчинялись администрации лагерей. И, значит, в 1948 году в одном воркутинском лагере, это у них на сайте есть такая история, подняли восстание заключенные. Восставшие сказали заключенным, что все получится, если разбиться по группам, например, по национальности или религиозной принадлежности. В то время в лагере было 15 свидетелей, и они ответили бунтарям, что, мол, мы, свидетели Иеговы, христиане, и что не участвуем в таких делах. Также они объяснили, что ранее христиане не участвовали в мятежах против римлян. И по итогу это как бы было воспринято слегка неожиданно среди заключенных, но свидетели твердо стояли на своем. Восстание имело печальные последствия, как говорят, вот, как опять же написано на сайте, да. Вооруженные солдаты подавили восстание, согнали восставших заключенных в другой барак, затем его облили бензином и подожгли. Почти все в нем погибли. Но, собственно, братьев вот этих вот свидетелей солдаты не тронули. Мне, если честно, вообще слабо верится в эту историю. Ну, конечно. Мне вот вообще в нее не верится. Просто даже по той причине, что, во-первых, я просто представляю, как 15 свидетелей Иеговых объясняют заключенным одного воркутинского лагеря, цитатой, да, что, собственно, ведь римлянам-то ведь как бы никто, ведь христиане не участвовали в мятежах против римлян. Что это вот греховно. Ну, это, если честно, все смешно. Мы, на самом деле, должны сказать, что количество свидетелей Иеговых, конечно же, оно растет. Растет. Говорят, каждую минуту новые последователи их секты появляются. Сами они утверждают. Ну, да. Они много, на самом деле, что утверждают. Много-много. Да. Но ведь когда мы, опять же, говорим о юге, да, о Малороссии, о Украине, просто мое детство прошло там. И я раз, два, и бывало даже три раза в год приезжал, собственно, туда, на Украину, и я видел те процессы, которые происходили. И тут, понимаете, вот цитата, собственно, как раз Маркса, что религия опиум для народа, но очень часто многие опускают продолжение. И единственное спасение для него, да, очень часто это опускают. Вот, а нужно сказать, что цитата полностью звучит именно так. Я видел вот эту прогрессию. Видел, как здание суда в городе Светловодске, Кировоградской области, как здание суда, как раз адвентисты, собственно, выкупили здание суда. Вот просто представьте себе, выкупить здание суда и организовать там свой дом, молельню самую. Здание Досаафа, которое простаивало долгое время, взяли себе как раз свидетелей Его. То есть они у них там... В официальной терминологии называется зал царства у них. Да, 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 царство свидетелей Его, да. Парадокс в том, что вот адвентисты и, собственно, свидетели находятся, вот их вот эти вот дома, молельни, находятся друг от друга буквально в одном квартале. То есть вот выше по улице. То есть вот одна улица и вот параллельные. То есть это, ну, вы понимаете, это кошмар. И ты постоянно натыкаешься вот на это. Мой брат, двоюродный брат, подпал под влияние других товарищей. Вот он попал под влияние кришнаитов. Вот ездил в Одессу. Там, значит, принимал какие-то воды непонятные. В общем, что-то там происходило. Здесь же уже, понимаете, уже в будущем возрасте таком, уже таком мужском, понимаете, уже все, возраст Христа бабахнул. И я просто помню, моя соседка, тетя Лида, увлекательная женщина, но ведь тоже свидетельница. И вот как-то она со мной все беседовала, все постоянно. Вот я ведь исследую Библию, я ведь тоже своего рода ученый. И вот она рассказывает о том, что там, как там и почему там. Я ей говорю, так вы извините, пожалуйста, так ведь то, о чем вы говорите, это ведь не так. Вы неправильно трактуете банальные слова. И мы должны сказать вот какую вещь. И это, безусловно, необходимо сказать. Вообще, любой, любой вот такой момент, да, как подпадание под влияние воздействия какой-либо религиозной секты, общества, неважно какой, тоталитарный, нетоталитарный, это всегда одно из, скажем так, один из главных вообще пунктов, да, почему вы можете подпасть, это недостаток образованности. Да, совершенно верно. То есть, в принципе, свидетели и еговы, они же чем еще отличаются? Активнейшей прозолитической деятельностью какой-то, да, то есть они проповедуют. И если ты хочешь быть членом их сообщества, ты обязан определенное количество часов в месяц посвящать так называемому служению. Вот у них минимум, считается, 20 часов ты должен ходить по квартирам и, грубо говоря, убеждать других. А ведь когда особенно новообращенный убеждает других, он убеждает себя прежде всего. То есть это тоже метод психологического воздействия, да, и, в общем-то, эта проповедь навязчивая тоже стала дурной славой для них, для святеля и еговы. А так я согласен, что и недостаток образованности, и какое-то горе личное, да, и в целом внушаемость людей, она здесь играет свою роль. И клиентами сект, так это назовем, становится определенный контингент. Конечно, безусловно, безусловно. То есть если говорить вот именно о тех же самых свидетелях, допустим, там, Библия, не Библия, мы должны понимать, что на самом деле свидетели – это реально секта, которая вот откололась, у которой абсолютно свое учение. И вот во второй части передачи, да, мы поговорим о том, почему они все-таки экстремистские-то, в чем, собственно, сама причина. Но пока вот мне хотелось бы, Паш, услышать, а каким образом вообще свидетелей подвели как раз вот под статью? Ну, уже в Российской Федерации, Паш, как их подвели вот под это дело? Ну, в 90-е годы они действовали достаточно свободно, это понятно, после краха Советского Союза. В 99-м году у них был зарегистрирован центр, управленческий центр свидетелей ГОУ в России. Под Санкт-Петербургом у них была вот эта вот выстроена база, так это назовем. Ну, а проблемы у них начались уже вот на рубеже 2000-х и 2010-х годов, то есть грянула череда уголовных дел, и до запрета было достаточно много. Связаны они были с разными моментами, и вот один из таких ключевых моментов – это вопрос о переливании крови, мы его уже затрагивали. Дело в том, что свидетели Иеговы, они не только за себя принимали вот эти решения зачастую, но и за своих детей. Когда дети попадали в аварию, например, или, в принципе, им по генетическим каким-то особенностям требовалось переливание крови, родители отказывались. И вот все началось, в общем-то, с этого. Ну, например, такой приведу конкретный, да, 2010-й год, Ваня Орлукович 10 лет в Москве попадает в аварию. И его мама запрещает врачам делать переливание крови, но врачи оказались людьми неравнодушными, они подали в суд на эту маму. И было принято довольно прецедентное решение о том, что врачи имеют право делать переливание даже без согласия родителей, если есть такая вот необходимость. Если есть угроза жизни. Да, но Ваня, к сожалению, умер. То есть пока судебный процесс длился, он умер, и с тех пор самых вот целая череда уголовных дел на эту тему пошло. И такой, скажем так, ключевой год был, это 2017-й год, когда Верховный суд в апреле принял решение о том, что управленческий центр свидетелей Ягова в России, он запрещен. Он признается экстремистской организацией. И все 395 отделений на местах, отделений секты, они тоже подпали под запрет. И с тех пор вот несколько сотен уголовных дел по этому поводу было возбуждено. И даже вот сайт упоминал, Светлия Ягова, у них есть такой раздел «Узники совести», они их называют. Это все те, кто пострадал, там несколько сотен человек. Вот это уже после запрета, после 2017-го года. Ну а что касается вопроса, почему экстремистская организация, тоже отчасти уже затрагивали. Дело в том, что сама организация Светлия Ягова, она, во-первых, управляется из-за рубежа. Начнем с этого. То есть, что все основные решения принимаются в Бруклине, за закрытыми дверями. И никто не знает вообще, кто принимает эти решения. У секты очень жесткая иерархия. Вот этот самый Вифиль, их центр, он руководит филиалами. Их 91 сегодня, за вычетом уже России, где, по сути, он запрещен. Вот, каждым филиалом руководит комитет из трех-семи членов. То есть, вот заметьте, как это напоминает структуру такой жесткой политической партии, да? Можно с этим сравнить. Значит, филиалы разделены на районы, которые... Каждый район — это 20 собраний, так называемых собраний, это 100-200 человек. Вот, районные надзиратели, именно так они называются, они руководят вот этими районами. А далее все спускается на уровень собраний отдельных, которые заседают в особых зданиях, которые называются залами царства. И, в общем-то, я уже говорил, что меры психологического воздействия, которые на людей оказывают, они вполне себе тоталитарные и экстремистские. То есть, те постулаты учения святей Иеговы, ну, допустим, там, опять же, без этого, наверное, не понять, почему их признали экстремистскими. То есть, они верят в то, что 144 тысячи человек за всю мировую историю получат высшую награду небесную жизнь, да, в духовном теле вместе с Христом. Остальные могут претендовать на так называемую земную жизнь. Ну, и, в общем-то, это деление всех на избранных и, скажем так, недостойных, оно является причиной всех вот их действий, которые, в общем-то, могут подпасть под определение экстремизма. То есть, выражение каких-то крайних взглядов опасных для общества. Вот. И как раз об экстремизме и о том, почему они все-таки были признаны экстремистскими, мы, дорогие друзья, поговорим с вами после рекламной паузы. Оставайтесь с нами, слушайте нас. Эх, времена! Дорогие друзья, с вами снова программа Эх, времена. Я, Михаил Илицарев, и мой гость Павел Чемоданов, кандидат исторических наук, заведующий сектором научно-исследовательской работы и связей с общественностью Кировского областного краеведческого музея. Прям как скороговорка. Так вот, мы как раз закончили-то на чем? Мы закончили на том, а почему, собственно, свидетели Иеговы являются все же экстремисткой. И что такое вообще экстремизм? Вот многие, многие из нас очень часто и по телевидению, и в интернетах, и где только, и на новостных всяких порталах, прочим, 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 слышат слово экстремизм. Но никто в действительности толком объяснить даже не может, что это такое экстремизм. Дорогие друзья, дело вот в чем. Вообще экстремизм происходит от слова «экстремо», то есть фактически приверженность чему-то крайнему. И если с определением все понятно, то с трактовкой в различных науках не все так однозначно. Есть одна трактовка экстремизма у политологов, еще одна у экстремистов, боже мой. Поворачка поплыла. Еще одна, собственно, у историков. Допустим, у юристов вообще другое определение. Если мы с вами берем закон о противодействии экстремизму, там будет одна формулировка. В КОАПе будет другая формулировка. О противодействии терроризму будет третья формулировка. На самом деле единой формулировки экстремизма нет. Но этим как раз все осложняется. И также мне хотелось бы сказать вот что. Несмотря на то, что с понятием вообще экстремизма есть такая сложность, тем не менее он, скажем так, классифицируется и вычерняется. Его достаточно просто определить. Ну, это вот прям вот очень даже просто. В тот же самый момент те люди, которые занимаются исследованием вопросов, связанных с экстремизмом, они не публичны. Они не подают свой голос массам людей. В то же самое время люди, которые говорят, да чего, какой тут экстремизм, у них берут интервью. Они могут быть в каких-либо там передачах, начиная от радио и заканчивая какими-нибудь ютубами. Они могут быть где угодно, не могут они обсуждать все, что угодно, неся на самом деле при этом абсолютную чепуху. Но люди, которые правда этим занимаются, молчат. И они не могут сказать, ребята, ну вот вы послушайте, вот это признак экстремизма. Это признак экстремизма. И это признак экстремизма. Чем он опасен? И почему? Вот в данном случае, к примеру, переливание крови, да, точнее сказать, отказ от переливания крови, это экстремизм или не экстремизм? Тоталитарность секты, это экстремизм или не экстремизм? Ну, если взять слово экстремизм в самом общем значении, приверженность к ранним взглядам, которые, в общем-то, оказывают негативное влияние на общество, то, конечно, и то, и другое это экстремизм. Потому что существуют, не знаю, понятия о правах ребенка, к примеру. И если действия родителей и взгляды родителей наносят вред детям, реальный вред вплоть до смерти, то как же это не экстремизм? То же самое можно сказать об каких-то еще аспектах их учения. Ну, допустим, вот очень хороший у них есть термин «теократическая война». Стратегия теократической войны, то есть их лидеры разрешают, ну, допустим, лгать. Вроде как в божьих заповедях нельзя врать, но если это нужно для блага организации, вы можете скрывать правду, можете манипулировать и так далее. То есть если люди так фанатично верят своим лидерам, к тому же анонимным, то разве это не экстремизм? На мой взгляд, в общем-то, то решение, которое было принято, оно давно, во-первых, назрело, а во-вторых, оно абсолютно обоснованное. С точки зрения крайности, которая приносит обществу вред, свидетели Ягова однозначно вредная организация были. И не только ведь в России это есть. Скажем, опыт других стран, в Китае в соседнем, их деятельность точно так же запрещена, примерно на тех же основаниях, если почитать. Вот поэтому, хотя организация влиятельная, у них 8 миллионов членов по всему миру, то есть фанатичных последователей. Безусловно, есть какое-то лобби. И если мы, скажем, возьмем Европейский суд по правам человека, то он часто вставал на их сторону. Ну, тут уж бог судья Европейскому суду по правам человека. Есть ведь еще один пункт, который также является, не то чтобы экстремистский, но вот он показательный. Это нежелание идти в армию. Да, совершенно верно. И вообще какие-либо государственные обязанности исполнять. Да, то есть им запрещено приносить присягу кому-либо, чему-либо. Им запрещено участвовать как бы в вооруженных действиях, в войнах между народами, между нациями и так далее, да, в государственной деятельности в том числе. Им вообще запрещено служить в рядах вооруженных сил. Соответственно, на самом-то деле, понимаете, тут дело-то еще вот в чем. Мы хотим мы того, не хотим мы этого, да, но мы живем в социуме, мы живем в обществе. И такие взгляды в действительности выбивают людей из этого общества. Они их абсолютно полностью изолируют от него. Чем они занимаются? Да черт его знает. Совершенно верно. К слову, они даже не имеют права участвовать в выборах. То есть просто проголосовать это уже грех с точки зрения свидетелей Ягова, потому что они считают, что они живут не в своих странах, не в США, не в России, там, не в Германии, скажем, а в неком государстве Яговы, то есть в своей организации. То есть вот они признают только эту власть, а все остальное с этим надо мириться, как ты сказал, против римлян не восставать ни в коем случае, но понимать, что римляне это так, а правит всем Ягова через свою организацию. Также хотелось бы сказать, есть еще одна организация, и это своеобразная такая параллель. Есть еще одна организация, которая до недавнего времени все-таки была экстремистской. Это Хизбут Тахрир. Это вот другая немножечко сторона медали, да, Хизбут Тахрир, запрещенная в Российской Федерации организации. Одна из крупнейших ячеек данной экстремистской организации была накрыта, так скажем, ликвидирована в Республике Чувашия. И вот Хизбут Тахрир, они были экстремистской, не террористической. То есть там мирный протест и прочее, прочее, прочее. Но вот уже известно это факт, что члены как раз Хизбут Тахрира относительно недавно совершили теракт. И таким образом мы видим, что в действительности, когда говорим об экстремизме, экстремизм это крайнее, а терроризм это крайнее крайнего. И один раз ступив, допустим, на путь экстремизма, ты очень даже просто можешь перейти. Если ты один раз перешел в черту, так скажем, то сделать еще один маленький шаг в какую-либо сторону не составит для тебя никакого труда. Опять же, я отмечу, что свидетели Яговы, что Хизбут Тахрир запрещены в Российской Федерации организации, признанные экстремистскими. И вот здесь, в какой-то степени, может быть, даже резюмируя, вот, Паш, что вот ты можешь сказать? Ну, есть такое хорошее понятие в нашем российском законодательстве, вообще в любом другом прогрессивном, свобода совести. И зачастую, вот, когда происходит запрет какой-то организации, часто говорят о том, что это нарушение будто бы этого принципа. Но что такое свобода совести? Это, прежде всего, право выбирать. А тоталитарные секты, в том числе и свидетели Яговы, они лишают своих последователей права этого выбора. И очень важно, чтобы свобода совести не превращалась в свободу от совести. И, в общем-то, пожалуй, этим я и закончу. А мне, дорогие друзья, хотелось бы единственное, что вам сказать. Любите науку, любите историю в том числе, изучайте социальные какие-либо явления, факты, и не дайте себя обмануть. Будьте людьми, которые разбираются и понимают. И с вами сегодня была программа «Эх, времена». Я Михаил Илицарев и мой друг, коллега, гость Паша Чемоданов. Итак, дорогие друзья, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова